В Армавире прошёл отчётный сбор Лобинского казачьего отдела, на котором подвели итоги деятельности за истекший год. Участниками мероприятия стали 262 казака, а также представители администрации города. Глава Армавира Андрей Харченко поприветствовал собравшихся и отметил, что в настоящее время работа отдела проводится на высоком уровне. Сегодня совсем на другом уровне выстроена работа и взаимоотношения власти и казачества. Я хочу это сказать и по городу Армавиру, сказать спасибо Викторе Санычу, Атаману нашему, Сергею Васильевичу Харкову, потому что было по-разному. Сегодня всё совсем по-другому, отношение людей к вашей службе совсем другое. И вы действительно сегодня люди, которые и служивые, и авторитетные, и с которыми сегодня считаются. Атаман Лобинского казачьего отдела Виктор Верзунов поблагодарил главу Армавира за поддержку, которую всегда оказывают казакам городские власти. Он отметил, что это идёт на пользу общему делу, на благо стране и жителям. Слава Богу, мы, так сказать, для этого здесь и находимся, чтобы друг друга поддерживать, плечо подставлять и будем дальше идти. Мы одна команда, мы команда губернатора, мы команда президента. Атаман Лобинского отдела Виктор Верзунов выступил перед собравшимися с годовым отчётом. Он рассказал о деятельности казаков, в том числе об участии в специальной военной операции. Представители Лобинского отдела выполняют боевые задачи в качестве добровольцев, мобилизованных и контрактников. Кроме этого, казаки помогают бойцам и их семьям и другими способами. Казаки Лобинского отдела с начала специальной военной операции активно участвуют в сборе, отправке и гуманитарной помощи для участников СГУ, в том числе оказывают помощь их семьям. Нашим землякам и их сослуживцам, оставивающих интересы нашего государства, приложение с оружием в руках, собраны и доставлены на фронт средства радиосвязи, средства индивидуальной защиты, предметы личной гигиены и первой необходимости. Надельное белье, спальные мешки, строительные материалы, московодственные сети. Казаки постоянно принимают участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, охране общественного порядка. Представители отдела проводят патриотические и спортивные мероприятия, занимаются воспитанием молодёжи. На территории отдела работает казачий кадетский корпус, школы и детские сады. Создана казачья сотня на базе Армавирского педагогического университета. Атаман подчеркнул, что казачество было и остаётся опорой Кубани, в трудные минуты приходит на помощь стране.